ЧП в Алматинской области. Сотрудники одной из птиц и фабрик отравились парами формалина. 11 человек попали в больницу. Одна из пациенток находится в реанимации. Замахнулись. Сенаторы подвергли критике самый крупный холдинг Самрук Казана. Депутаты заявили, что фонд за 4 года не помог ни одной компании, терпящей крах, и не предотвратил события в Женову Зене. Настоящий полковник, замначальника тыла Комитета внутренних войск Казахстана обвиняется в хищениях в особо крупных размерах в соседней России. Каким образом он попал на высокую должность в нашей республике, рассказали в МВД. Техосмотр по-новому обернулся громадными очередями. В Караганде лицензии на проведение автодиспансеризации получили только 2 СТО. Водители сутками не могут пройти техосмотр. Добрый вечер. Вы смотрите Информбюро. Здравствуйте. О самых важных и интересных событиях этого дня в материалах наших корреспондентов. В студии Екатерина Купреева. Я Скармин Дебаев. Производственное ЧП на птицефабрике Алатаукус. 11 сотрудников отравились парами формалина. К счастью, все остались живы. Лишь одна девушка находится в реанимации. На место происшествия выехала комиссия, которая будет выяснять причины. Обычная санитарная обработка цехов на птицефабрике Алатаукус чуть не закончилась трагедией. 11 работников предприятия с признаками отравления попали в районную больницу поселка Отиген-Батыр. Причем одна из пациенток находится в реанимации. По предварительным данным областного департамента госэнепиднадзора, отравление произошло из-за паров формалина. Нам сказали, что там обработка была, короче, это дезинфицированная формалина. Они работают там как вакцинаторы. И вот жалобят то, что на отравление, тошнота, рвота, головные боли, головокружение, выраженная слабость. И вот одна из них самая, короче, тяжелая была, это вот Желгоспаева. Положили в реанимацию. Айнура Желгоспаева уже пришла в себя. Врачи называют ее состояние стабильно тяжелым. Вчера она первый день работала на птицефабрике. 11 других пострадавших выписались и лечатся дома. Пары формалина в первую очередь очень сильно бьют по почкам. Но сейчас состояние от девушки стабилизируется, все показатели приходят в норму. Очень скоро ее переведут в общую терапию. На территорию птицефабрики съемочную группу не пустили, сославшись на то, что руководства сейчас нет. Нет, с ним уехал. В данный момент на место происшествия выехала санэпидемкомиссия. Им предстоит выяснить причины отравления сотрудников птицефабрики парами формалина. По предварительным данным, по опросу этих лиц, которые поступили в больницу, установлено, что 28 декабря там они проводили санитарную обработку птичников перед тем, как высадить птиц. И в тот день, вчера, 10 числа, они проводили вакцинацию цыплят против болезни Ньюкасла. В принципе, по признакам отравления, вроде бы, произошло это воздушно-капельным путем. В качестве дезинфектора формалин ядовитое вещество используют очень часто. Но, по словам врачей, это первый случай отравления на птицефабрике Алатаукус. Евгения Сазонова, Али Ахмедиева, Даньяр Жусупов и Айдар Хаджимуратов. Информбюро. Алматинская область. Трагедия в Мангоставской области. В поселке Приозерный во время пожара складского помещения пострадало двое мужчин. Один из них скончался, другого помогли спасти заботливые прохожие. Пожар начался днем. Огонь охватил 100 квадратных метров. По некоторым данным, мужчин у себя в помещении приютил на время холодов хозяин склада. В тот день бездомные распивали спиртное, после чего и произошло возгорание. Что явилось причиной пожара, выясняет следствие. В течение 10 минут подразделения противопожарной службы прибыли на место вызова. По внешним признакам прибытия было сильное задымление одноэтажного здания. И уже был извлечен один пострадавший с ожогами. Значит, в ходе разведки было выявлено еще один труп. А в Алматы пятеро казахстанцев объявили голодовку. Все они пострадали от произвола судебно-исполнительной системы, прокуратуры и полиции. По словам протестующих, они вместе со своими юристами и адвокатами десятки раз обращались за помощью в государственные органы и выходили на пикеты против коррупции. Но результата так и не добились. Сегодня инициативная группа жертв чиновничьего произвола, как называют себя участники акции протеста, решили объявить голодовку в квартире. Посетили их пока только журналисты и правозащитники. Мое требование, чтобы их по закону привлекли к законным ответственностям. За что? За их деяние, за вымогательство, за угрозу, за самоуправство. Настоящий полковник. Сегодня в МВД опровергли информацию о том, что высокопоставленный офицер Комитета внутренних войск Казахстана в соседней России объявлен в розыск. Замначальника управления тыла Комитета внутренних войск Демьян Абдулин, по данным одной из республиканских газет, заведует госзакупками. Причем в Казахстане он работает недавно. Долгое время Абдулин занимал высокие должности во внутренних войсках Российской Федерации. Как отмечает издание, там он также занимался обеспечением и нанес немалый ущерб воинским частям. В 2008 году об оферах полковника стало известно военным следователям, и они возбудили уголовное дело. А в 2010 вынесли постановление о привлечении его к уголовной ответственности за хищение в особо крупных размерах. Но того уже и след простыл. А сейчас он занимает почти аналогичную должность в Казахстане, причем в том же звании. Россияне, по версии издания, направили запросы о выдаче в МВД и в Генеральную прокуратуру Казахстана, но безрезультатно. Как заявили сегодня коллеги Абдулина, Дзимьян абсолютно не виновен. По приему в органы внутренних дел мы изначально проводили комплексные и специальные проверочные мероприятия. Изначально он действительно был подозреваемый и возбужден уголовным делом, но в дальнейшем прекращено уголовное дело с отсутствием доказательной базы. Сегодня опубликован закон об амнистии. Согласно этому документу, из камер будут освобождены люди, совершившие преступления небольшой и средней тяжести. То есть те, кому по статье Уголовного кодекса определено до 5 лет лишения свободы. Всего будет амнистировано более 16 тысяч заключенных. В первую очередь на свободе окажутся социально уязвимые категории граждан. Несовершеннолетние, беременные женщины, пенсионеры, инвалиды. Напомню, что это уже седьмая по счету амнистия, проведенная президентом Назарбаевым. В настоящий момент в тюрьмах страны находится более 55 тысяч казахстанцев. На содержание каждого государство тратит в месяц около 24 тысяч тенге. Между тем, судьба, пожалуй, самого известного казахстанского арестанта Евгения Жовтиса до сих пор не ясна. Вопрос об амнистировании бывшего директора казахстанского бюро по правам человека будет решать суд по месту дислокации учреждения, в котором он содержится. Хотя в комитете уголовно-исполнительной системы сообщают, что правозащитник по закону под амнистию попадает. Тем временем сенаторы сегодня подвергли жесткой критике деятельность самого крупного и, несомненно, самого богатого госхолдинга страны фонда Самрук-Казына. Поводом послужили законодательные поправки, позволяющие вывести эту мегаструктуру из-под контроля государства, причем полностью. Отдельные сенаторы вспомнили, для чего, собственно, создавался фонд. Одной из его главных целей было спасение тонущих госкомпаний из финансовой бездны. Однако за четыре года деятельности фонда ни одно из убыточных предприятий, по данным парламентариев, не было спасено. А новые производства после помпезных презентаций благополучно закрывались. Деятельность самого госхолдинга засекречена. Непрозрачны доходы и расходы более чем 500 дочерних предприятий компании. Заговорили сенаторы и на злобу дня. Заявили, если бы многочисленные менеджеры нацкомпании «Казмонайгаз», которая входит в структуру Самрук-Казына, вовремя отреагировали на проблемы нефтяников, то и не было бы событий в Женаузене. Возвращаясь к финансовой деятельности самого госхолдинга, законодатели заявили, что она свелась к банальной трате бюджетных средств. За 4 года работы фонд национального благосостояния Самрук-Казна, кроме распределения антикризисных денег банкам, кроме направления бюджетных денег, опять-таки, на строительство каких-то крупных объектов, прокручивая на депозитах бюджетных средств, получение премии бонусов, ничего существенного для устойчивого развития экономики не сделано. За эти годы фонд Самрук-Казна, с 2008 года, даже не говорю раньше, получил из бюджета более 1 триллиона средств. Более 1 триллиона. А какова их отдача? Интересно, где раньше были сами сенаторы? И не поздновато ли спохватились? К другим темам. Частная автодиспансеризация привела к ажиотажу. В Караганде автовладельцы выстраиваются в длинные очереди, чтобы пройти техосмотр по новым правилам. Вместо нескольких часов процедура теперь длится несколько суток. Почему, выясняла Людмила Батюшкина. На этой площади сейчас скопилось порядка 30 машин. Все их владельцы хотят попасть на техосмотр. И как минимум треть из них сегодня на станцию не попадают. Возмущению замерзающих водителей нет предела. Многие из них в очереди на техосмотр стоят уже три дня. Автовладельцы не ожидали, что переход к частникам станет такой глобальной проблемой. Вчера весь день стоял. Сегодня? Прямо перед носом уже двери закрыли вечером. Все, не успел. Одну дверь прошел, вторая нет. Как бы вообще передали в руки частные. Надо было подготовиться, я думаю, чтобы была не одна станция на всю Караганду. Хотя бы там две-три у нас много машин. Все дело в том, что прежние станции техосмотра не смогли получить лицензии. А новых построили только две. Хваленое современное диагностическое оборудование стоит порядка 17 миллионов тенге. Поэтому техстанции практически монополисты. По всей громадной области их всего пять. Частники попросту не успевают обслужить всех желающих. Осмотр каждой машины, по словам владельцев, занимает около часа, а не 10 минут, как презентовали ранее разработчики нововведения. Я понимаю, нагрузка большая идет, но многие водители, зная, что они проходят технический осмотр, они думают по старинке, там, да, да, ля-ля, тря-ля, не получится здесь так. Потому что надо подготовиться, тормозные колодки, многие задние части, 75 процентов, они стертые, вообще изношенные, завезают. Ну, там, видите, лишнее время. Договориться не получится, уверяет руководство. Все данные с приборов снимает компьютер. Но водители и ему не верят. Пробовали некоторые люди там подойти, нет, там ход защиты стоит, и потом это будет нарушение прав. Получается, как-то интересно, как бы здесь можно не пройти, а почему-то даже на другом сервисе диагностическом проезжает, проходит диагностик нормально. Есть случаи такие. Однако систему никто менять не собирается. Она придумана, чтобы снизить аварийность на дорогах, считает специалист транспортного контроля. Проводится технический осмотр досконально. Тормозная система, это рулевое управление, это фары проверяется. А раньше? Раньше вот это все проводилось только на бумаге. То есть такого технического осмотра не было. Режим работы станции техосмотра организован в две смены. С половины девятого утра до восьми вечера плюс выходные дни. По данным транспортного контроля, через полгода в Караганде должны появиться уже 30 станций. А сейчас, видимо, придется набраться терпения. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, информбюро Караганда. И о другом знаковом событии для автовладельцев. На казахстанских дорогах появились светодиодные дорожные знаки. На специальном электронном табло высвечивается информация о погодных условиях на ближайшем отрезке дороги. Если впереди водитель ожидает туман, то это слово загорается на экране. Одними из первых засветились трассы Алматинской области. Как автовладельцы оценили ноу-хау, узнала Жанна Рахимжанова. Кто предупрежден, тому не страшны сюрпризы погоды. В этом уже убедились водители Алматинской области. Снегопад, дождь, гололед или туман. О любых ловушках на пути автовладельцев теперь оповещает новый дорожный знак. Конечно, помогает, уже предупреждает. Туман или гололед или что там. Уже, насколько, считай, на 50% лучше. Мы рады, что установили такие дорожные знаки. Это очень удобно. Знаем, что впереди. Снегопад или гололед. Было бы очень хорошо, если бы еще и температуру показывал. Хорошо. Особенно, когда туман, нормально. Хорошо видно, все видно. Первые светодиодные знаки установили на самых оживленных и опасных трассах. Это Алматы-Бишкек и Алматы-Усть-Каменогорск. На последний, только за прошлый год, произошло 40 аварий. Десятки человек погибли. Дорожные полицейские считают, что электронное табло обязательно привлечет внимание автовладельцев и поможет заранее принять меры безопасности. Здесь, например, на данном участке может быть ясно и погода ясная. Проедешь километров 20-30, может быть туман, может быть снега. Об этом заранее информируем водители. Человек уже за рулем, который едет, он уже подготовлен, он уже знает, что там идет снег. Информацию о надвигающемся снегопаде или тумане фиксируют дежурные эксплуатационных пунктов, которые установлены по всем направлениям. Эти данные передаются на пост дорожной полиции, чьи сотрудники и делают погоду, меняют показания на табло. В настоящее время вдоль казахстанских дорог установлены 33 умных знака. В течение года они появятся на трассах Алматы, Харгос и Волокольском районе, а потом и по всему Казахстану. Жанна Рахимжанова, Айбек Кусымбаев и Тимур Кайрамбаев, информбюро 31 канал Алматинская область. Жанна Узенцам все-таки вернули право голоса. Сегодня Конституционный совет не смог преодолеть вето президента, который он вчера наложил на их постановление об отмене выборов в отдельно взятом городе. Напомним, на прошлой неделе Конституционный совет Казахстана решил, что в условиях чрезвычайного положения жанаузенцы не должны голосовать на парламентских выборах. И буквально вчера президент отспорил их мнение. Сегодня же более 10 минут понадобилось членам совета, чтобы вновь проголосовать за или против. Для преодоления вето главы государства нужно не менее 2-3 голосов. Процесс проходил в совещательной комнате, поэтому для журналистов так и осталось тайной, как распределились голоса. Но так или иначе, жители Жанаузена примут участие в выборах. Присутствовавшие сегодня представители Центризбиркома признались, что работа комиссии на мятежном Западе не останавливалась ни на минуту. Конституционный совет выбрал закон и его нормы, а президент выбрал человека и его права. Победила точка зрения президента. В Жанозене работа не прекращалась. Как вы знаете, до самого принятия нашего постановления все комиссии работали на местах как раз по выполнению нашего постановления. Теперь опять будут работать на выборную кампанию. Тем временем партийцы продолжаются биться за голоса избирателей. Голосовать за Нур-Атан сегодня призывали алматинцев звезды политики, спорта и эстрады. Под лозунгом «Алга Казахстан» в городе прошел форум сторонников Народно-демократической партии. Поддержать Нур-Атан собрались более 5000 человек. Трибуны пестрели желто-бело-голубыми футболками, бейсболками и флажками. В поддержку нур-атановцев выступили Роза Рымбаева, Скиндир Хасангалиев, Макпал Женусова и группа Орда. А кандидаты от партии подвели итоги проделанной работы, обсудили планы на будущее и призвали алматинцев 15 января сделать правильный выбор. Для каждой страны, для каждой нации это действительно праздник, который предопределяет судьбу государства и судьбу каждого из нас на ближайшие 5 лет. Поэтому сегодня мы с вами собрались здесь, для того, чтобы еще раз сказать всем нашим соотечественникам, что мы за наш Казахстан. А пока партия номер один устраивает грандиозные концерты, буржуа разъезжают по казахстанским глубинкам. Представители партии АКЖОЛ сегодня завершили свой агитационный железнодорожный пробег. Агитбригада, состоящая из студентов, активных работников партии и самих кандидатов в Можилис, начала автопробег по северным городам Казахстана. А уже в центральной части страны АКЖОЛовцы пересели на поезда. Им удалось побывать на самых отдаленных железнодорожных станциях Казахстана и лично поговорить с жителями глубинки. Пятиминутное общение с любым предпринимателем в буквальном смысле меняет картину иногда на 180 градусов, потому что появляется то, что с людьми на самом деле очень мало разговаривают по реальной ситуации. Это мы видели в отдаленных районных станциях. И это говорит о том, что любая партия, которая сегодня стремится к власти, попасть в парламент, в маслехаты и так далее, она должна прежде всего ориентироваться на людей, разговаривать с людьми. В гонке за голосами избирателей все средства хороши. Сегодня коммунисты в рамках предвыборной кампании запустили в небо аэростат. Правда, летал такой агитаппарат недолго. Такой политический заказ сотрудникам Центра воздухоплавания выполнять еще не приходилось. Денег такое удовольствие стоит немалых. Но распространяться о расходах заказчики полетной агитации не стали. Предвыборных речей тоже не было. Главное – воздействовать на сознание электората с высоты птичьего полета. В небо поднялись пара партийных вожаков с инструктором. Однако особого фурора агит взлет не произвел. И после 15 минут полета необычное средство агитации пошло на снижение. Ну а социал-демократам из партии «Аул» сейчас не до дирижаблей и грандиозных концертов. Своим избирателям они просто обещают заняться развитием аграрной промышленности. По мнению партийцев, людям стало невыгодно заниматься фермерством. Чтобы развивать сельское хозяйство, без государственной помощи не обойтись. В сезон сбора урожая традиционно дорожает топливо. А сбыть продукцию по выгодной цене непросто. В таких условиях сельчане перестают заниматься фермерством, утверждают кандидаты. Наша партия считает, что деньги, выданные правительством на аграрный сектор, никем не контролируются. Как и куда они уходят, непонятно. Например, фермерам дают кредит весной и требуют погашения уже осенью. Откуда у них деньги? Ведь даже урожай не собран к этому времени. По всей стране сейчас проходят и акции призывы принять участие в выборах. В Ускаминогорске для этого студенты выложили из ледяных кирпичей дату выборов. Представьте у нас тема выборы! Этим лозунгом студенты-активисты Ускаминогорска начали акцию, главная цель которой была напомнить жителям города, какого числа состоятся выборы. Больших затрат акция не потребовала. Пара баллончиков с краской и лед. Зато организаторы мероприятия уверены. Отдыхающие, которые ежедневно приезжают на ледовый городок, непременно обратят внимание на их творение. И поймут, что обозначают эти цифры. Тем временем многие обездоленные в преддверии выборов пытаются обратить внимание на свои проблемы. К примеру, больные гемофилии просят создать специализированный центр. На протяжении 9 лет Казахстанская ассоциация инвалидов больных гемофилии добивается его строительства. Только в прошлом году в Казахстане от страшного недуга скончалось 3 человека. Казахстанская ассоциация инвалидов больных гемофилии бьет тревогу. В стране необходимо создать специализированный центр, потому что обычные клиники не приспособлены к оказанию помощи таким больным. К примеру, даже в Зимбабве и Нигерии существует по два центра для лечения гемофиликов. У меня нет ни матери, ни отца, ни братьев, ни сестер. Я в этой стране осталась просто одна. У меня нет никого. У меня есть только три моих сына, которых я считаю, что они какие бы инвалидами не были, кем бы они не были, они для меня прекрасны. И пусть это учитывает наше государство. Я не вижу ничего для нашего будущего хорошего. Раз мы ходим, отбиваем пороги в школу, чтобы наших детей взяли, умоляем ходим. Мы ходим, чтобы лекарства выдали, тоже ходим в здравоохранение, обвиняем пороги. Все это делается только с усилием того, что ты идешь со слезами туда. Вы смотрите Информбюро, продолжаем выпуск. Сегодня в Алматы президент страны вручал свои именные стипендии деятелям искусства и науки. За развитие культуры Казахстана были отмечены 100 выдающихся человек. За последние 10 лет расходы государства, ссылок на культуру, выросли в 11 раз. В стране за эти годы создано 18 новых театров, 220 новых музеев, 870 новых библиотек. Перечислить невозможно, сколько оркестров открыто, сколько коллективов сейчас, как оживляется культура. Президент отметил в очередной раз не только мэтров, но и творческую молодежь. За ними все-таки будущее. Сама президентская стипендия учреждена в 1995 году. 11 лет назад ее стали получать и молодые дарования. Сумма гранта свыше 2000 долларов. Ну не секрет, что пенсия у нас, так легко сказать, как это говорят, мягко сказать, такая не очень большая. Тем не менее, для нас это подспорье. Ну и вместе с тем, главное, это внимание нашего президента. Религия и бизнес несовместимы. У актюбинских мечетей появится собственный огород и скотина. Так местное духовенство планирует решать финансовые проблемы. Начиная с этого года, имамы получат первую зарплату из фонда «Зикет». Это общественный фонд, куда вложили деньги состоятельные актюбинцы. На сегодня было собрано 26 миллионов тенге. Эти деньги пойдут на оплату ком-услуг и зарплату имамам. Городские и районные имамы получат по 50 тысяч тенге, а сельские по 35 тысяч. Но чтобы выплачивать стабильную зарплату и решать другие финансовые проблемы по ремонту и содержанию мечетей, а их в области 62, местное духовенство просит у Акимата 100 гектаров земли. На этих участках планируют сажать картошку и спасти скот. Конечно, сами имамы не будут заниматься огородом или пасти скот. Мы выяснили, что в нашей области можно неплохой урожай собрать. Например, если посадить 3 тонны картошки, то можно собрать 10-15 тонн урожая. Если нам выделят 100 гектаров земли, мы сможем покрыть все расходы мечетей. К зарубежным новостям. Рекордные снегопады на Аляске буквально парализовали жизнь в небольшом городке Кордова. Высота снежного покрова там приближается.